Договор с рециклинговой компанией будет заключен к каждому году в Сибирске, а решает в городе не станет, несмотря на то, что за Норильском закрепился миф о том, что снег там практически не пройдет, и в лесу затянули укрытым материалом, к ремонтным работам присутствует уже в четверг. Новости с Сергеем Инжутовым. В 2019 году доходы края... Сельский уже на финишной прямой ремонт главного соярка. Прибыла новая... Сейчас площадь Экопарка составляет 60... ...вынесли из городской прокуратуры и будет считать практически бесконечный парад улюминаров. В этом году доставили футбольный поединок между Красноярскими. На конкурсный зоопарк привезли Амурскую тигрицу, и у нее не обучили... ...экологи теперь будут фиксировать загрязнение воздуха с помощью квадрокоптера. Состав на этот сезон представили на сцене новичкам патриотского порта Дугилки в далекий Египет. Отправили первую партию с Сибирсказ и демонтировали памятник дворникам. Новости с Сергеем Инжутовым. ...вынесли из городской прокуратуры и будет считать практически бесконечный парад улюминаров. ...экологи теперь будут фиксировать загрязнение воздуха с помощью квадрокоптера. Состав на этот сезон представили на сцене новичкам патриотского порта Дугилки в далекий Египет. Отправили первую партию с Сибирсказ и демонтировали памятник дворникам. ...вынесли из городской прокуратуры и будет считать практически бесконечный парад улюминаров. Новости с Сергеем Инжутовым. Добрый вечер. В Красноярске 20.30 это Енисей. Новости в студии Сергея Инжутов. Смотрите в этом выпуске. Енисейская Сибирь. Универсиада экологии и развития транспорта. Губернатор подвел итоги года и рассказал о планах. Время, которое осталось у нас за спиной, было очень таким напряженным, насыщенным. Но по большому счету, я думаю, для края в целом успешным и созидательным. Впервые за полвека на площади революции в Красноярске открылась новогодняя елка. Сейчас новогодняя елка – это не просто ледовый городок, это грандиозное световое шоу с тысячами лампочек и умной иллюминацией. Краевое правительство решило ограничить продажу алкоголя в дни универсиады рядом с гостиницами, где будут жить спортсмены. По нашим данным, нет сегодня никаких крупных торговых сетей, которые находятся в радиусе 100 метров от центрального входа в те объекты. Институт нефти и газа СФУ не прошел аккредитацию по одной из специальностей. Как теперь доучиться студентам? Бурение – это совершенно отдельная отрасль, четко обозначенная, с которой смежную найти невозможно. Будет ли в Красноярске метро что станет с объектами универсиады после студенческих игр и как изменится экологическая ситуация в Краевом центре? На эти и другие важные вопросы сегодня ответил губернатор Александр Уз в ходе большой пресс-конференции. Подробнее об итогах года и о планах на будущее в материале Сергея Сиславина. И время, которое осталось у нас за спиной, было очень таким напряженным, насыщенным, но по большому счету, я думаю, для Края в целом успешным и созидательным. Такими словами Александр Уз начал свое общение с журналистами. За то время, что продолжалась пресс-конференция, сказано было много. Успехи есть во многих стратегических направлениях. Был сформированный заранее бюджет, но непредвиденные расходы возникают всегда. Мы действовали предельно аккуратно, и финансовая система Края оказалась не разбалансированной. В итоге, сегодня мы выходим на сокращение планового дефицита практически в три раза. Я думаю, вместо запланированных 15, он будет где-то порядка 4, может быть, 5 миллиардов. С финансами напрямую связан проект Енисейская Сибирь. Уже сейчас объем необходимых для него инвестиций оценивается почти в 2 триллиона рублей. В планах новая железнодорожная ветка Кызыл-Курагина, развитие авиасообщения как внутри региона, так и за его пределами за счет создания международного хаба в Красноярске. Плюс новые производства и расширение старых. Для всего этого потребуется развитая логистическая система, тем более, что Красноярску предстоит стать организационным центром Енисейской Сибири. Сейчас в Москве разрабатывают масштабную транспортную схему. Найдется там место и подземки. Уже заказана схема транспортного обеспечения Красноярска с метро и без метро. С классическим метро и легким так называемым метро. Я надеюсь, что... Это, кстати говоря, не такая дорогостоящая задача. Эта схема, этот план в целом транспортный появится у нас весной этого года. И этому плану мы намерены следовать. Ну а на метро я по-прежнему рассчитываю с поддержкой президента. Транспортная схема – это не только логистика. Правильно разведенные потоки способны благотворно повлиять на экологическую ситуацию в городе. Воздух должен стать чище. Губернатор отметил, что сейчас полным ходом идут переговоры с крупными предприятиями-загрязнителями. Тут помог визит федерального министра. Но одной атмосферой дело тут не кончится. Наш комплексный план был подготовлен самым первым из тех 11 городов, где такая задача состоялась. Но отличие нашего комплексного плана заключается в том, что мы считаем необходимым заниматься не только чистым воздухом, но и оздоровлением экологической ситуации в целом. Именно поэтому план до сих пор не утвержден. И мы боремся и будем бороться до конца за каждую из этих позиций. Не обошли стороной и универсиаду, вернее, ее наследие. Часть объектов планируется передать на баланс федерации, другие – Сибирскому федеральному университету. О каких-то будет заботиться край. Везде в будущем будут проходить крупные соревнования. Но каждым комплексом и стадионом смогут пользоваться жители края, посещать секции, гулять, заниматься спортом. Под конец встречи поговорили и о грядущем празднике. Как и с кем губернатор встретит Новый год. Этот Новый год, я думаю, все-таки будет для меня таким особенным, если иметь в виду небольшую ретроспективу три последних праздника. Я надеюсь, что ко мне приедут два внука и одна внучка. И это будет самый теплый по-настоящему семейный Новый год. И все атрибуты, о которых вы сказали, я постараюсь, как дедушка, им организовать, скажу откровенно, настоящим, хорошим, самое главное, добрым Дедом Морозом. Я уже договорился и необходимым количеством подарков сам его снабдил. Сразу после праздника работа продолжится. Задачи по развитию своих территорий стоят перед главами всех городов и районов. Так что отдыхать будет некогда. Впереди много задумок и планов. Сергей Сеславин, Енисей. Новости. Расширенную телеверсию большой пресс-конференции губернатора края Александра Уса мы покажем после этого выпуска новостей в 21.05. А пока о других событиях. Сегодня на площади революции в центре Красноярска открылась одна из главных новогодних елок. Событие знаковое. Праздничный городок в этом месте в последний раз был почти полвека назад, в 70-м году. Теперь это отличное место для прогулок среди новогодних огней и фотосессий. Анастасия Тиль подробнее. С конца 30-х годов, прошлого столетия, центральная городская елка была здесь, на площади революции. В последний раз красноярцы водили здесь хороводы в 1970 году. После того, как на площади установили памятник Ленину, главная елка переехала на театральную площадь. И сегодня красноярские ветераны с восторгом вспоминают свои детские новогодние утренники. Это Новый год, как первоклассники. Вы представляете, очень интересно. И что удивительно, тогда в Новый год рассказывали мы стихи и нам давали призы. Это такие маленькие карандаши давали призы. И угощали нас кофе. Это для нас, для детей было очень интересно. Сейчас новогодняя елка – это не просто ледовый городок, это грандиозное световое шоу с тысячами лампочек и умной иллюминацией. А ведь когда-то елки украшали простыми игрушками, сделанными руками школьников, которые, кстати, они с интересом разыскивали, приходя на городскую елку. Здесь всегда стояла живая елка. Эту живую елку мы наряжали, украшали своими собственными игрушками. Всегда нас собирало наше руководство, давали нам определенный объем, сколько мы должны сделать этих игрушек. Елка украшалась только самодельными игрушками. И вы знаете, это, наверное, была ностальгия для наших детей, когда они кучами здесь были, и каждый подходил к этой елке и находил свою игрушку. Это было столько визгу, столько было восторгу. В этом году елки установили на 13 площадках. А уже завтра в 6 часов вечера всех ждут на острове Татышев. Там будет открытие центральной елки города. Обещают, кстати, грандиозное световое шоу и интересную музыкальную программу. Анастасия Тильев, Севолод Никитин, Енисей Новости. И еще о новогоднем. В Красноярске на театральной площади заработала в полную силу праздничная подсветка. Теперь сложную световую композицию можно оценить во всей красе. На верхнем ярусе площади стоят три конструкции. Центральная сделана в виде беседки с куполом, но две другие напоминают причудливо застывшее белое пламя. Особое внимание стоит уделить тому, как оформили скульптурный комплекс реки Сибири. По нему как будто струятся светящиеся волны и плывет светящаяся пена. А посреди каскада распустился огромный сказочный цветок. Стихи и сказки о белых медведях. Как поучаствовать в литературном конкурсе о Троево ручья. Приглашаем на отдых и оздоровительные процедуры в один из лучших санаториев «Солнечный тесть», расположенный на юге края. С 1 декабря по 1 апреля скидка 20%. Телефон в Минусинске 533-83. Новый Тарис Эко-Микс за 300 рублей в месяц. От Ярт-ТВ. Безлимитный интернет, куча телеканалов и бесплатное подключение. По карману даже школьнику. С Новым годом, дорогие друзья. Желаю вам счастья, здоровья, любви. И я верю, все будет хорошо. Яркие новогодние каникулы в парке Роев Ручей. Ждем вас всей семьей. Это Енисей. Новости. На время универсиады в Красноярске ограничат продажу алкоголя. Запрет коснется не всего города, а лишь микрорайонов, в которых будут жить спортсмены и гости. Такое решение принято сегодня правительством края. Запрет относится только к розничной продаже. Он не распространяется на ассортимент баров и ресторанов. Ограничения будут действовать со 2 по 12 марта. Причем как в гостиничных, спортивных и культурных объектах универсиады, так и на прилегающие к ним территории в радиусе 100 метров. Магазинам нельзя будет продавать алкоголь круглосуточно. В правительстве отмечают, что при подготовке постановления опирались на опыт регионов, которые принимали у себя чемпионат мира по футболу, летнюю универсиаду 2013 года и Олимпиаду в Сочи. Все для того, чтобы обеспечить безопасность участников и гостей игр. Наше министерство осуществляет контроль за лицензиями. Мы знаем сегодня все торговые точки, которые торгуют алкогольной продукцией, потому что это деятельность лицензированная. По нашим данным нет сегодня никаких крупных торговых сетей, которые находятся в радиусе 100 метров от центрального входа в те объекты, которые были перечислены в перечне. ЧП в аэропорту Вановары. Сегодня около двух часов дня. Там при посадке выкатился за пределы полосы самолет Ан-24, который выполнял рейс по маршруту Красноярского Навара. У воздушного судна поврежден левый винт. На борту находились четверо членов экипажа и 39 пассажиров. К счастью, никто не пострадал. Почему самолет не смог остановиться на полосе, выясняет транспортная прокуратура. Возможно, причиной такой чрезвычайной посадки стали погодные условия. Сегодня в Вановаре стоял мороз ниже 40 градусов. Красноярцы разболелись за неделю до Нового года. Врачи говорят, отчасти причина ОРВИ и гриппа так называемые погодные качели, резкие перепады температуры. За неделю в Крае заразилось около 10 тысяч человек. Что советуют медики, расскажет Диана Хатяшвили. Температура, насморк, кашель. С такими симптомами обращаются красноярцы в кабинеты неотложной помощи. Как таковой эпидемии нет, но медики говорят, люди подхватывают сезонный вирус. Ведь погода переменчивая. Только за прошедшую неделю в Крае заболели ОРВИ и гриппом около 10 тысяч человек. В самом Красноярске 6 тысяч. Острыми респираторными заболеваниями стали, безусловно, больше. Я думаю, это тоже связано и с переохлаждением, и с тем, что у нас предновогодняя суета. Народ посещает и магазины, посещает театры, выставки, какие-то концерты. Это тоже связано с большим скоплением народа. Пациенты говорят, что порой начинающуюся простуду не воспринимают всерьез, применяют народные средства. А когда самолечение не помогает, обращаются в больницу. Многие красноярцы замечают, что на работе коллеги стали чаще болеть. Но самые стойкие признаются, что, несмотря на недомогание, продолжают ходить на работу. Все работают, как правило. Ну, по крайней мере, я работаю, если я чуть-чуть приболела. Я ношу маску обязательно. Я работаю с людьми, поэтому я обязательно ношу маску. Сейчас я вот выздоровела, уже сняла маску, а так и все время купила маски. Врачи советуют не заниматься самолечением и не ставить себе диагнозы. Это может плохо отразиться на здоровье. Нужно при первых симптомах сразу же обращаться в поликлинику. Активная пора сейчас наступает и в аптеках. Особой популярностью пользуются противовирусные препараты. Капли от насморка и таблетки от кашля. Что касается масок, горожан их массово не скупают. Запасов хватает. В этом году, отмечают специалисты, большого всплеска заболеваемости не было. Считают, что эпидемия помогла предотвратить вакцинацию и теплые оси. Правда, сейчас прививаться уже нельзя. Оптимальное время для иммунизации с сентября по ноябрь. В целом привито более 45% населения. А в городе Красноярске, который готовится в том числе к приему универсиады, более 50% населения края города Красноярска. Поэтому при таком уровне мы можем надеяться на то, что циркуляция вируса не даст нам высоких цифр подъема заболеваемости. Пик заболеваемости медики ожидают в феврале-марте. Советуют следить за здоровьем. Чаще бывают на свежем воздухе и вести активный образ жизни. Но в массовых местах скоплений людей не стесняться и носить маску. Это лучше, чем болеть. Диана Хатяшвили, Денис Тимошенко, Алексей Овсяников, Енисей. Новости. Красноярские оперативники вместе с бойцами СОБРа и ОМОНа провели масштабную облаву на сутенеров. Они нагрянули сразу в 16 точек, где оказывали интимные услуги в разных районах города. А вот так взяли подозреваемых на одной из улиц. Их машину остановили, когда они ехали по центру Красноярска. У подозреваемых изъято несколько десятков сотовых телефонов и сим-карт, рекламные объявления о предоставлении интим услуг, а также незарегистрированное оружие и бейсбольные биты. Всего в ходе спецоперации задержаны 15 человек. Предполагаемой предводительницей банды сутенеров казалась 45-летняя ранее судимая женщина. Четверо подозреваемых сейчас под арестом. Им вменяется статья «Организация занятия проституцией». И каждому грозит срок до 5 лет лишения свободы. Как доучиться? Этот вопрос пытаются решить полсотни будущих выпускников Института нефтегаза СФУ. Он не получил аккредитации по одной из специальностей, а значит не имеет права выдавать по ней дипломы. Какие варианты предлагают студентам, выяснил Ярослав Цимбал. Мы из Сибирского федерального университета, именно одно направление. И именно наше не проходит аккредитацию. И это, конечно, было шокирующей новостью. Роман Карпов поступал на специализацию нефтегазовое дело. Хочет как отец стать бурильщиком. Однако за полгода до получения диплома Институт нефтегаза СФУ не прошел аккредитацию Рособнадзора по этому направлению. Единственному из 15. А это значит, что университет не может выдать диплом государственного образца в этом учебном году. В такой ситуации оказались около 50 выпускников. Руководство вуза предлагает студентам различные варианты, в том числе и перевод на другую специальность. Проблема моего профиля бурения в том, что не существует смежных других специальностей. Бурение – это совершенно отдельная отрасль, четко обозначенная, с которой смежную найти невозможно фактически. Поэтому различия в любой кафедре другой, они глобальные. Мы будем решать какие-то вопросы лично студенты, и как нам сделать так, чтобы перевод был максимально безболезненным для нас. В институте объяснили, что проблема возникла из-за технических ошибок при оформлении документов, подаваемых на аккредитацию. Все замечания уже устранили, однако получить разрешение на выдачу дипломов смогут лишь на следующий год. Так что младшекурсникам не стоит переживать. Выпускников тоже не бросят. Каждому будет свой подход. Мы предлагаем им профессиональную переподготовку. То есть студент-выпускник будет иметь возможность по окончании института получить сразу два диплома. Диплом государственного образца о высшем образовании и диплом о переподготовке по программам нефтегазового дела. То есть этот диплом признается работодателями и дает им право заниматься профессиональной деятельностью в той области, которую они первоначально выбрали. Еще один вариант для студентов – продолжить обучение по специальности нефтегазового дела в других вузах, с которыми сотрудничает СФУ. Например, в Томске. Также можно взять академический отпуск на год, а затем получить заветный диплом, когда институт пройдет аккредитацию по этому направлению. Сейчас у студентов института нефти и газа началась сессия. Будущие специалисты в коридорах готовятся сдавать экзамены и зачеты. Однако помимо подготовки, теперь некоторым необходимо задуматься о том, где же обучаться дальше. Ярослав Цымбал, Всеволод Никитин, Енисей. Новости. Серьезный пожар в Ачинске. Там сгорел частный дом. В канун Нового года семья осталась без крыши над головой. Сигнал в пожарную охрану поступил около пяти утра. На место сразу выехали пять расчетов. К этому времени семейная пара смогла самостоятельно выбраться из полыхающего жилья на улицу. Огонь стремительно распространялся, могли вспыхнуть и соседние постройки, но пожарные их отстояли. Пламя сбили меньше, чем за полчаса, но дом выгорел полностью. Предположительно, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки. Время короткого обзора новостей. Кто стал новым главой Оргкомитета Универсиады 2019, что нужно, чтобы попасть в финал конкурса «Лидеры России» и за сколько продают здания детского мира в центре Красноярска, расскажем сейчас. Одним из условий выхода в финал конкурса «Лидеры России» станет участие конкурсантов в социально значимой деятельности в своем регионе. Об этом заявил первый заместитель и руководитель администрации президента Сергей Кириенко. Эксперимент провели в прошлом году, когда претендентам нужно было провести урок в школе. Теперь конкурсанты должны будут, к примеру, вместе с учениками организовать волонтерскую или общественную работу. Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец сменила вице-премьера Виталия Мутко на посту председателя Оргкомитета Красноярской Универсиады. В обновленный состав Оргкомитета вошли министр науки и высшего образования страны Михаил Катюков и первый замгубернатора края Юрий Лапшин. Мутко из состава комитета исключен вовсе. Здание детского мира в центре Красноярска выставили на продажу. Одноименная компания просит за него 450 миллионов рублей. Эта постройка является исторической. Старинный особняк возведен в начале 1880-х годов для купца Николая Годолова. В России ужесточили правила хранения оружия. Теперь нужно держать в сейфах не только само оружие и боеприпасы, но также порох и капсюли для самостоятельного снаряжения патронов. Красноярский край стал одним из 15 новых регионов, включенных в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» в 2019 году. Субъекты, попавшие в этот проект, получат льготные займы на техническое перевооружение производств, льготные кредиты, гранты от фонда Сколково, налоговые преференции и другие возможности. В Железногорске презентовали так называемую «Карту жителя». Ее можно использовать как для расчетов в магазинах, для оплаты коммуналки, школьного питания, так и для проезда в общественном транспорте и медицинского обслуживания. Карта создана в рамках программы «Безналичный город», а Железногорск стал одним из семи городов страны, где стартовал такой проект. Заниматься программой будет Сбербанк. Соглашение с администрацией города подписано на Красноярском экономическом форуме в апреле этого года. Первыми обладателями карты жители стали сотрудники компании информационной спутниковой системы. В следующем году получить ее сможет любой железногорец. Карты жителей создают на основе данных индивидуальных страховых свидетельств, что дает еще целый ряд дополнительных возможностей. Можно будет легко записаться к врачу и быстро, и не требуется бумажная карта, потому что она уже для обладателя карты, возможно, в электронном виде. Это быстрый поиск, быстрое использование и непосредственно в процессе приема к врачу. И в будущем любое госучреждение может подключаться к этой системе, поскольку в карту зашит идентификатор. Это первый шаг. Он достаточно, мне кажется, долго мы к этому шли, но тем не менее пришли. Надеемся, что дальше пойдет организационно проще. И нашим жителям будет просто удобно, комфортно. Все-таки мы, правда, город достаточно умный, достаточно продвинутый, технологический. Стихи и сказки о белых медведях. Как поучаствовать в литературном конкурсе о Троево ручья. Новая методика лазерной коррекции методом СМАЙЛ. Более точная и менее травматичная в глазном центре Красноярска. Все виды лазерной коррекции зрения. Бесплатная консультация. Глазной центр на Никитина 1Б. Это Енисей. Новости. В селе Березовское Шарыповского района решили сразу две проблемы. Там ликвидировали большую свалку на окраине и открыли новую ферму. Какая здесь связь, выяснила моя коллега Александра Арепьева. Теперь здесь, на месте многолетней свалки, выращивают породистых коров. Местный житель с нуля создал полноценную ферму. Владимир Дроботов, потратив 75 тысяч рублей, очистил бесхозную территорию от мусора и купил коровы и быка. Как только их количество выросло до 35, пришла идея зарегистрировать свое хозяйство. Дома содержать было невозможно. На семейном совете решили, что надо попробовать открыть крестьянско-фермерское хозяйство. Благодаря администрации она нам выделила землю, выделила вот этот участок, и мы решили строить. Дали 4 гектара для загонов и 85 гектаров под сенокоз. Удалось получить и господдержку. Грант от Министерства сельского хозяйства края потратили на технику. Купили новый трактор и автоматический раздача кормов. Теперь это одно из образцовых сельхозпредприятий района. Как видите, проект удачный, развивается. Как бы все довольны. Это рабочие места, также мясо, молоко, что будут они производить. Но пока вы видите, идет этап строительства. Еще не все доделывается. Я думаю, все получится. Все будет хорошо. Поголовье за год увеличилось почти вдвое. Естественно, одному осилить такой объем работы невозможно. Отцу помог сын. Профессиональный программист оставил работу в Красноярске и приехал в село. Денис пока только привыкает к непростой работе. Но, как и в городе, техника помогает. Когда мы держали у себя дома маленькое хозяйство, это все делалось на руках. Все руками носили, таскали, возили. А сейчас у нас все механизировано. Работает техника, трактора. Сами мы буквально ничего не делаем. За это все работает трактор у нас. Крепко встать на ноги хозяйство сможет не раньше, чем через 2-3 года. Но фермеры готовы к новым испытаниям. Дроботовым предстоит закончить строительство новых коровников. Часть затрат, кстати, им компенсируют из бюджета. Александра Репева, Дмитрий Шевцов. Енисей. Новости. В Красноярский парк флоры и фауны начали приходить десятки детских писем со всего края. А в них сказки и стихи о белых медведях. Литературный конкурс под названием «Звезда Арктики Умка» организовали зоопарк Ройфручей и компания «Роснефть». Авторов лучших произведений ждет много призов. Как поучаствовать в состязании и почему главным персонажем сделали именно северного мишку, расскажет Мария Антюшева. Сейчас юная медведица Урсула играет со снегом, а совсем недавно ее жизнь была под угрозой. Девочка родилась на Таймыре и осиротела раньше, чем научилась охотиться. Бедняжка едва не погибла от голода и была вынуждена выйти к людям возле поселка Диксон. Понадобилась целая спасательная операция, чтобы поймать ее и доставить в Красноярский зоопарк. Вот она, спасенная арктическая красавица. Живет тут всего несколько месяцев, а уже освоилась и чувствует себя как дома. Кстати, в ее судьбе важную роль сыграли школьники Диксона. Когда был конкурс на ее имя, именно они предложили кличку Урсула. Это самая яркая звезда в созвездии Малой Медведицы. Тот конкурс также проводила компания «Роснефть». Напомнить историю чудесного спасения в Ройфручье решили, чтобы вдохновить детей и молодежь края на творчество. Ребят от 5 до 18 лет приглашают поучаствовать в литературном конкурсе «Звезда Арктики Умка». Написать рассказ, стихи, эссе, сказку или очерк о Белом Медведе. Такое состязание здесь проводят не впервые, но раньше участвовали только красноярцы. В этом году территории гораздо расширились. В этом году участвует весь Красноярский край. При поддержке заповедника Таймыра, образования нашего края, участвуют все школы-садики, начиная от Республики Тува и заканчивая самой северной точкой. Это Диксен. Главным персонажем литературного конкурса «Белый медведь» стал не случайно. Сегодня зоологи бьют тревогу. Каждый год в России 5-7 таких медвежат погибают вблизи человеческого жилья. И привлекать внимание к этой проблеме нужно всеми способами. Белых медведей становится все меньше и меньше. И вопрос с их охраной, с увеличением популяции становится очень острым. Потому что если не предпринимать никаких шагов, то возможно уже наши внуки будут читать о Белом Медведе только в книжках и в живой природе их не останется. Присылать работы на конкурс нужно до 15 января на электронный адрес, который вы видите на экране. Всех участников разделят на 4 возрастные категории. Более подробно условия конкурса описаны на сайте Роева ручья. Итоги подведут 31 января. Мария Анчушева, Алексей Овсянников, Енисей. Новости. На этом все. Следующий выпуск в 23.30. Прямо сейчас о погоде на завтра в городах края. Прогноз погоды в крае на среду 26 декабря. Представляет клиника лазерной хирургии «Варикоза.нет». Всем новогодняя скидка 20%. Давно хотела, а теперь точно могу себе позволить. В клинике «Варикоза.нет» на лазерную операцию скидка 20%. Новогодние предложения. Всем лечение варикоза происходит без разрезов и наркоза. Самым современным методом. Варикоз, прощай. В Таруханском районе на юге Таймыра и в Ивенкии облачно. Почти повсеместно пройдет снег. Ночью до минус 43, днем до минус 32 градусов. В северной группе облачно, местами с прояснениями без осадков. Ночью от минус 32 до минус 38, днем до минус 34. В восточной части региона облачно, местами с прояснениями без осадков. Ночью минус 33, минус 37, после полудня до минус 31. В центральных районах преимущественно облачно, осадков не ожидается. В темное время суток до минус 38, днем до минус 34. В западной группе районов также преобладает облачная погода, осадков не прогнозируют. Ночью от минус 32 до минус 37, в светлое время суток до минус 30 градусов. На юге края облачно и без осадков. Ночью от минус 30 до минус 36, днем до 28 градусов ниже нуля. Прогноз погоды в Красноярске представляет санаторно-оздоровительный комплекс «Солнечный тесь». С 1 декабря 2018 года по 1 апреля 2019 года скидка на путевки 20%. В Красноярске 26 декабря переменная облачность, без осадков. В темное время суток до минус 32, днем до 26 градусов ниже нуля. Ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба.